Работа идет, а щепки летят. Так можно характеризовать производство Дениса Кокарева. А если серьезно, то в этой столярной мастерской рождаются настоящие шедевры из дерева. Посуда эксклюзивная, ручной работы. Вы покажите, что ваши изделия из дерева сохраняют тепло ваших рук, ваших добрых намерений? Да, конечно. Любое изделие из дерева, когда его делает непосредственно человек, который это изделие и потом передает другому, оно эту энергетику впитывает. Тем более такие деревья, как ясень, дерево любви, бук, оно олицетворяется в мифологии в Древней Греции. Они как дерево любви, верности, дуб – это как дерево мощи, силы, такое вот с богами сопоставим. Дуб – это бог Зевс. Оно и передает эту энергетику человеку. Несколько лет назад Денис Кокарев открыл мастерскую «Вудвокер». Сначала он занимался мебелью, но однажды, работая с деревом, решил сделать тарелку. Получилось очень оригинально. А как душевно? Ведь посуда имеет огромное значение в любом доме. Она создает уют, радует гостей. А ведь все сделано в Абакане мастерски высокого качества. Когда мы поехали к нашему индивидуальному предпринимателю, который работает на территории города Абакана, к Денису Викторовичу, для того, чтобы посмотреть производство досок, так это было сказано. А сейчас я вижу, что это не разделочные доски, это какие-то произведения искусства, в которые вложено очень много любви, очень много тепла. И каждая вещь, которая сейчас находится на столе, каждая вещь, которую мы видим, она просто притягивает нас взять, потрогать, посмотреть. Эмоции сложно, если честно, собрать. Я вообще не думала, не представляла, честно, что у нас вот это можно произвести. Деревянная посуда сейчас в тренде. В этих изделиях подают мясо, пиццу, фрукты и пирожные. Заказчики мастера – это кафе и рестораны Абакана. А также просто люди, кто хочет сделать оригинальный подарок или создать на своей кухне неповторимую атмосферу. К слову, в этом году Денис начал заниматься туристическими сувенирами. Его тарелка «Бубен Шамана» заняла первое место на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир России». И теперь мастер, как лучший автор, поедет на финал конкурса в город Киров. Это же все равно тарелки, это же как и сувенирная продукция идет. Потому что, когда с нее просто кушать, это одно. Можно покушать и с простой тарелки, но, конечно, такое будет и полезнее, и красивее. Но просто сама тарелка, сама доска, которая для подачи, она же может идти как сувенир, как подарок. И поэтому я так подумал, что она вполне может конкурировать с другими сувенирами. Уже завтра, 29 июня, в программе «Сделано в Абакане» мы еще больше расскажем о нашем абаканском мастере. И узнаем, что вдохновляет его создавать такие качественные изделия. Не пропустите! Продолжение следует...